Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. У нас сегодня очень тепло и людно. Локдаун, понедельник. И народу, слава богу, на площадке много, детей много. Бедные дети отдыхают, родители, не знаю, работают, не работают. У нас сегодня очень тепло, даже расстегнуто. Прям вообще красота. 1 ноября мы встретили теплом солнышко, вместо Крестюшка в тенечке стоим. Сегодня делала заказ Фаберлик. Новинок, как всегда, многих нет. Ну ладно, что есть, то есть, взяли. Итак, поехали. Забрали, кстати, очень интересную посылку с Крестюшей сейчас. Там детская одежда, скажем так. В общем, очень актуально, очень интересно. Будем вместе с вами все распаковывать, все покажу, расскажу. Поговаривают, кстати, что дистанционка будет до Нового года. У вас как, поговаривают так? У некоторых даже, ну, уже по 15-е число, по-моему, девочки мне писали ограничения. В общем, я как бы не против. Я позанимаюсь с ней, поучу ее. И вот в этом проблем нет. Сочувствую, конечно, тем родителям, которые работают, которые работают на работе, на нелюбимой работе, да? Потому что я тоже работаю, но я работаю дома в данный момент. А те, конечно, кто особенно на пяти, на шестидневки, вот тут вообще прям беда. Особенно, если дети в начальной школе, первый, второй, третий класс, когда их особенно одних ты не оставишь. Это будет очень тяжело, да? Но, тем не менее, все равно многие работают. Муж у меня работает сегодня, завтра, послезавтра точно. И даже на праздниках, даже праздники длинные, скорее всего, дежурить будут. Поэтому я расскажу всех по-разному. Но торговые центры закрыты. Да, кстати, заказ Фоберлик. Пункт выдачи тоже закрыт. Поэтому там, конечно, нашла выход наши директоры. И я в среду должна получить все-таки свой заказ. Не знаю, какое видео уйдет раньше. Вот это или Фоберлик, или Влог. Вот. Должна получить его в срок. А так, пункты выдачи, да, тоже закрыты. Работают вот такие вот, как Озон, Вайлдберис и продуктовые магазины. Ну, у нас, по крайней мере. Пришла посылочка от DexShell. Сейчас все расскажу. Вы просили почаще показывать покупки для детей. Поэтому поехали вместе с вами сейчас распакуем. У нас с вами накладная. И, собственно, что это такое? DexShell, девчонки, это водонепроницаемая одежда. Ну, как одежда? Шапочки, носочки, перчатки и варежки для деток и взрослых. Очень интересная продукция, очень актуальная. Впереди зима, снег. Для тех, кто спортом занимается и не занимается, кто любит нырять в сугробы, как мы, да, котен? Да. Да. Вот именно для тех деток это продукция. Шапочка. Вот так выглядит. Смотрите, как все упаковано приходит. Здесь у нас в середине специальная мембрана, девчонки. Сверху у нас с вами так материал, материал, материал. Сейчас мы найдем с вами сверху какой материал. Знаю, что нижний материал флис. Причем мембрана работает в одну сторону. То есть влага, снег, ветер, все, что попадает извне, мембрана не пропускает. А то, что как бы изнутри, если голова потеет и так далее, она все пропускает. То есть она дышащая с одной стороны от тела, да, но ничего не пропускает у нас с вами сверху. Премиальный продукт будет сохранять у вас теплее и сухости. Так, за счет новейшей запринтированной технологии. Рекомендации по уходу, да, здесь ручная стирка. Давайте с вами откроем и посмотрим. Так, я забыла, как же мембрана называется. Здесь у нас не написано. Не написано. Это Британия, да, Made in Brittany. Это Британия. Я выбрала все в одной расцветочке. Начнем с шапки, дальше посмотрим с вами носочки и пари. Сверху у нас с вами акриловая пряжа. Очень, кстати, мягкая. Изнутри у нас с вами флис. И посередине между этими слоями мембрана пурин. Рекомендации по уходу. Смотрите, какая упаковочка шапочка была надета вот на эту штучку. Здесь у нас промаркировано, да, пришита Dex Shell. Шапочки универсального размера мы сейчас примерим с Ксюшей. Посмотрим. Обязательно сейчас с вами проверим на влагонепроницаемость. Очень интересно. Такие бумбончики. Там есть обычные шапки, разные расцветки. Есть и для взрослых. Для тех, кто любит, мне кажется, заниматься спортом, зимой на горно-лыжные курорты. Кататься на ватрушках, как мы тоже актуальны. Такой вид одежды. Шапочка очень миленькая. Такие бумбончики. Красота. Made in Britain. Да, вот пурил. Мембрана пурил. Разработана в Британии. Вот ее характеристики. Очень интересно. Так, котен, отрывай этикетку. А мы пока поехали дальше. Сейчас померяем. Давайте дальше у нас что? Носочки. Да, носочки. Тоже влагонепроницаемые. То есть сейчас, когда будут дожди, когда будет снег, чтобы ножки не промокли. Размер у нас, видите, здесь европейский в сантиметрах и так далее. Можно все выбрать. В чехольчике в таком тоже по мембрану. Тоже инструкция. Стирка при температуре в деликатном режиме. А здесь уже можно в машинке, но 40 градусов в деликатный режим. Шапочка только ручная стирка. Тоже трехслойная структура. Тоже посередине мембрана. И сразу сейчас достану варежки вот такие. То же самое. Тоже мембранка посередине у нас с вами. Вот такие красивые варежки. Они по расцветочке подойдут к шапке. И вот такие носочки. Уже нарядилась? А, отодрала? Все, молодец. И вот такие носочки. Вот так. Носочки тоже можно выбрать размер. Они такие прям плотненькие. Слушайте, вот чувствуется, что там что-то внутри есть. Слушайте звук. Сверху, наверное, у нас трикотаж. С вами внутри. Внутри, по-моему, тоже трикотаж. И там, видите, светится эта самая мембрана, которая тоже у нас с вами испарение. Все. Если ножки будут потеть, пропускает. Но влагу извне не пропускает. И вот такие варежки. Тоже такой вот материал. Слышите, как шуршит. То есть чувствуется, что там внутри у нас что-то есть. Они тоже у нас с вами промаркированы. Сейчас попробую одену. Вот как выглядят внутри варежки. Это мембрана, да? Она там чувствуется. И носочки. Внутри как выглядят. Слушайте, варежки даже мне хорошо. Красота. Вообще здорово. Сейчас пойдем Ксюшу померить. Все будем с вами тестировать. На водонепроницаемость. Классно. Ну как? Классно. Шапочка прям, ну-ка, в пору. Шапочка прям хорошо. Универсальная детская. Вот она нам села на головку. Закрывает ушки. Хорошо. Ну-ка, повернись задом. Вообще очень здорово. Давай передам. Носочки, кстати, длинные. Что вообще ценно. Они длинные. Прям длинные-длинные. Она говорит, я буду в них кататься по полу. Варежки. Самый раз. Самый раз. И тоже, смотрите, длинные. То есть под курточку будут залезать хорошо. Класс. Ну, убери ручки-то, дай разглядеть шапку. Вообще здорово. Да? И носочки, и все. Будут теперь ножки сухие. Красота. Вообще красота. Комфортно тебе в них? Они прям так хорошо облегают ножку. Вообще здорово очень. И по ламинату кататься здорово, да? И вот такие вот варежки. Сейчас пойдем мы с вами тестировать их на водонепроницаемость. Да? Да. Погнали. Готовились. Открывай. Не, ну помочи как следует. Открывай еще. Держи, 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 держи. Ручку в сторону не берем. А то не видно. Держи. С другой стороны поверни. Смотри, чтобы внутрь не заливалось. Не надо. А то так получится неправильно. Держи, держи. Помни ручку. Вот так пожмакай ее. Да, вот так пожмакай. Ну, мочим, жмакаем. Давай, выключай. Ну, сухая ручка внутри? Да. Сейчас я попробую. Сухо? Комфортно? Я. Сняла варежку с Ксюши. Вот видно, что она мокрая, да? Смотрите. Вот, вода с нее стекает. А внутри она абсолютно сухая. Абсолютно сухая. Не грамма влаги. Я вставила руку. Слушайте, это очень круто. Она абсолютно сухая внутри. Сейчас у меня рука мокрая. Вытру. Так. Вообще сухая. Полностью сухая варежка. Класс. Сейчас носки хочу сама попробовать. Мне интересно. Одела на руку носок. Видите, она мембрана просвечивается. Блестит, да? Открываем водичку с вами. Закрываем. Так. Мы видим с вами, что носок мокрый. Слушайте, а внутри все сухо. Я чувствую, что вода прохладная. Она снаружи есть. Но внутри все абсолютно сухо. Так. Как мне вам показать? Наглядно вытащить сухую руку. Вы видите, как хорошо намок носок. Сейчас я попробую выстянуть. Так, девчонки. Секунду. Чтобы вы понимали. Давайте еще раз. Приспустили сразу. Закрываем. Смотрите, жмакаю, жмакаю, жмакаю. Носок совсем мокрый. Теперь мне его будет удобно, надеюсь, стянуть. Вот сюда положу. Полностью сухая рука. Ни грамма влаги. Видите? Полностью сухая рука. Сухая. Суши некуда. Девчонки, у меня шок. Слушайте, это круто. Мы очень сильно так измочили носок. И полностью сухая рука. Влага не проницает, действительно. Вот. Теперь вы видите мокрую. Я дотронулась до мокрого, да? Вообще круто. Потрясающе. Слушайте, ну продукт полностью оправдывает свою цену. Мне кажется, у меня дочь теперь только в таких носках и будет гулять, потому что у нас зимой практически всегда ноги мокрые. Мы гуляем много, мы гуляем долго. И постоянно ногам холодно. Да, и постоянно ногам холодно, во-первых. А здесь наверняка и тепло не будут держать хорошо. Во-вторых, она постоянно промокает. Мы часто ходим на горку, тогда ли зима у нас какие вообще одна слякоть. Продукция великолепная. Я в шоке просто, что действительно есть такая мембрана. Вроде здесь какая-то тоненькая ткань. И внутри все абсолютно сухо. Хотя, слушайте, и тепло. Хотя снаружи носок мокрый и холодный, а внутри тепло и сухо. Вообще потрясающе. Просто я в шоке. Я такие опыты еще не проводила. Молодцы. Я вам ссылки все оставляю под видео для России и для Украины. И также эта продукция есть на Wildberries. Можно отслеживать по скидкам. Носки однозначно. Я себе такие еще возьму. 100%. Потому что я тоже постоянно промокала. У меня вся обувь практически зимняя. Замшевая. И я очень часто промокаю и мерзну. А сейчас с коляской гулять вообще тоже по снегу. Мне кажется, обязательно. Мне такие носки нужны обязательно. 100%. Я себе тоже закажу. Это очень, девчонки, круто. Ну, шапочка мне тоже идет, да? Я тут сейчас все поддюдюрю у ребенка. И носки, и варежки, и шапку. И буду с собой ходить. Ну, нет. Шапочка мне, конечно, маловато. Слегка маловато. Шапочку можете оставить себе. Да и носки, я думаю, не натянутся. Потому что они из такого плотного материала. Вот они, Ксюша, прямо легли по ноге. То есть вот даже года через два они будут ей маловат. Я думаю, год-два они минимум точно проносятся. Оставим крестюшки. Это находка, девчонки. Это находка на наши зимы, слякотные. Кругом лужи, когда дороги посыпают реагентами. И кругом все плывет и течет, если выпал снег, да? Поэтому это находка вообще. Я безумно рада покупке. Тебе тоже закажи. Закажу обязательно. Я сказала уже, мне такие носки нужны. Внутри. Ребенок просто в шоке. Тоже. Как такое может быть, да? Носок снаружи мокрый, а внутри сухой. Как такое бывает, да? Кажется, что мокрый. Да, кажется. Снаружи мокрый, да. Ну, на ногу. Так, все, опускай свою футболку. А то у тебя там стриптиз. Ну-ка. Ну, сухая нога? Да. Вот, снимай. Давай покажем. Давай я сниму. Носок мокрый. Нога будет сухая. Опачки. Надо его сейчас просушить. Абсолютно сухая нога. Абсолютно. Шок. Шок-контент. Вот это да. Крутые носочки. Одну я вам обещала показать. Шапка. 1880. Варежки. 1390. Носки. 1170. Я не знаю, как шапка и варежки, но мне кажется, носки такие должны быть у каждого. Для детей. Это точно. Особенно с нынешней эпидетс. Обстановка, слушайте, 1170 за носки. Я считаю, это вообще нормальная сумма. Вообще нормальная. Размер, смотрите, у нас вот на 8 лет 20-22 сантиметров. Варежки у нас в размере М. А шапка, она идет универсальная. Вот коды к заказу, если что, артикулы и коды к заказу. Можете заскринить. Носки вообще супер. Я себе такие однозначно закажу. С вами едем на ногти. Вот так у меня выглядят ногти спустя месяц. Даже больше. Я смотрела, я делала 26 числа. Сегодня у нас 31. Сегодня, кстати, крестюшки 5 месяцев. Ой, что у меня тут, господи. И, кстати, я отжала шапку у мужа. В общем, приеду. Пока не знаю, что хочу. Хочу другую форму, наверное, заостренную. Хочу другую форму заостренную. И нют, наверное, какой-нибудь. Вообще не знаю, что хочу. Но мне понравилось, как все относилось. Вообще без единого скола все отлично, все замечательно. Юля прям молодец у меня. Сейчас поеду, надеюсь, меня пусть я у нее спросила. Вроде в этот, ну, как сказать, такое здание. Там много офисов. QR-код не нужен. Но она сказала, пустит. Да что у меня вся размазалась. Мы сейчас гуляли. Холодно на улице. Солнышко, но холодно. Гуляли с Клистюшкой. Погуляли, отнесла домой ее папе. В общем, шапку я забрала у мужа. И буду я ее, девчонки, таскать. Она мне нравится, которую я показывала вам. Да? В обзоре. Дом-трик, по-моему. В общем, Иванский трикотаж. Прикольная такая шапень. Все, поехала. Ну что, девчонки, показываю вам ноготочки на следующий день. Потому что вчера, когда я ехала домой, вам меня так лучше видно. Было уже темно. Вот так. Вот такую форму сделали. Мне очень нравится. Это такая база. Сейчас покажу вам поближе. Это база. Просто база такая. Светленькая, беленькая с блесками. Очень красиво. Мне безумно понравилось. Как всегда классно. Пост в инстаграм сразу написала вчера. Вот как они выглядят поближе. Не знаю, вам блески видно. Они там мелкие, крупные. Очень аккуратненько, очень красиво. И форма мне такая нравится. Прям вообще супер. Я довольна на все сто. И миленько так, нюдово, скажем. Это при искусственном освещении. Вот тут, наверное, блесточки лучше видно. Классно. Миленько так, нюдово. Субтитры сделал DimaTorzok